здравствуйте здравствуйте дорогие подписчики зрители и просто гости канала по следам карт сегодня предлагаю вам проделать замечательную работу которая будет задействовать поиски ответа в нашем всем бессознательным в нашем подсознании цельном потому что вы для этой работы я приглашаю вас поработать с двумя видами карт которые отвечают за коллективное наше бессознательное это карты таро замечательные карты ленорман и карты метафорические метафорические ассоциативные ассоциативные уже заговариваясь на третьем видео карты сокращенно маг который замечательно работает с нашим индивидуальным подсознанием и сегодня для работы я выбрала карты как бы компаньоны замечательно дополняющие одни другого это таро снов замечательного американского художника итальянского происхождения чиро марчетти и его же пера его же кисти его же творение замечательной карты ленорман тоже художника чиро марчетти почему для меня не компаньоны можете спросить совершенно разные системы но мне кажется я чувствую что вот эти две замечательные колоды одного автора совмещая разные системы приведут нас у более скажем так точным подсказкам для нашего вопроса о чем будет собственно сегодня вестись работа я расскажу чуть позже и замечательная колода автора не таки верникова и метафорических карт которая покажет нам называется сила времени подсказки в виде карт достижения карт ресурсов возможно карт препятствия как средств передвижения карт скорости карт сферы жизни карт состояния и прочих карт который укажет вам укажут вам с чем с чем столкнется ваш запрос что поможет для решения вашего вашего запроса и так дальше и так собственно о самом запросе сегодня давайте поработаем на такую тему безусловно каждого из нас есть какие-то цели желания и мечты возможно да и надежды на свои перспективы да на осуществление этих целей желаний и мечтаний предыдущем видео мы говорили с помощью метафорических карт что является препятствием да точнее что по тем желанием который долго не исполняется и мы получали подсказки давайте сегодня мы возьмем те же самые или возможно совершенно другие цели мечты и желания но посмотрим скажем так шансы перспективы их реализации и что поможет для их реализации что поможет для приближения этих целей для исполнения этих желаний то есть мы возьмем конкретные какие-то свои цели и желания и немного смоделируем ситуацию в каком они сейчас состоянии и какие их шансы ближайшее время на их исполнение если же шансы будут недостаточны по вашим ощущениям или не удовлетворяют ваши ожидания ни в коем случае никто не расстраивается потому что это не прогностика это не прогноз мы обязательно это просто фотография как рентген на здесь и сейчас обратимся к метафорическим картам и вы получите четкий именно ваш индивидуальный ответ что необходимо сделать чтобы все-таки реализовать эти мечты и желания возможно трансформировать преобразовать а возможно и отпустить и так давайте приступим и первое первое что мы будем делать это разобьем нашу работу на три части до 1 мы будем посмотрим посмотрим в каком состоянии сейчас ваше желание ваше желание ваша мечта ваша цель что вы сейчас по отношению чувствуете возможно в каком она состоянии находится сейчас и сегодня у нас будет в данном видео два варианта два варианта и для этого я вас попрошу сосредоточиться и просто подумать почувствовать или увидеть возможно для визуалов какая ваша цифра 1 или 2 или кому надо пол секундочки посмотрите на две выбранные карты и решите какая ваша карта будет отвечать на вопрос каком состоянии сегодня сейчас на момент просмотра этого видео даже если вы будете смотреть записи через какое-то время даже через год или годы месяца недели она все равно будет актуально потому что здесь работает ваше подсознание и так в каком состоянии сейчас на момент просмотре этого видео находится ваша цель желание или мечта которую вы загадали начали первый вариант второй вариант и так для тех кто загадал первый вариант дама же слов замечательная карте эти изображена довольно таки современное лицо а образ женщины но совершенно в сказочных в каких-то божественных нарядах дама же слов это представительница огненной масти если ваша мечта цель желанием связана с конкретным человеком или может реализоваться с помощью какой-то влиятельной женщины то это будет безусловно яркая харизматичная очень сексуальная притягательная очень с вода болю свободолюбивая независимая женщина которая достигла многого сама это представительница масти огня которая всегда будет идти в развитии которая никогда не будет стоять на месте которая всегда будет действовать возможно она очень хорошо реализована в социуме возможно она занимает высокие должности а либо обладает безусловным значимым весомым авторитетом а также это женщина которую тянутся представители противоположного пола как за мудрым советом так и просто за поддержкой вдохновением так и затем чтобы просто быть в ее поле потому что она отдает огонь растет вверх она очень много отдает энергии ресурса частичку себя если же ваше желание мечта цель никоим образом не связано с другими людьми хотя мы все люди социальные существа и очень трудно представить ситуацию которая была бы не связана ни с каким даже конкретным человеком не с одним человеком но возможно ваша мечта желание либо либо цель ни с кем не связано тогда не может вы не можете так прямо или опосредованно сказать что она может быть связано с конкретным человеком или с каким-либо человеком собирать тельный образ который выражает дама жезлов то что искала выше тогда это просто состояние ваша цели сейчас стадии активного развития потому что мастер огня это активная деятельная действенная масть масть творчества масть реализации масть социального выражения масти предпринимательства предприимчивости то есть тогда ваша цель желание мечта сейчас находится в активной стадии разработки творческой деятельной возможно вы уже делаете конкретные действия и уже пройден какой-то этап если все таки ваша мечта желание цель связаны с конкретным человеком и сегодня тогда такая стадия когда вот это прекрасная представительница дома огня дома жезлов находится в эпицентре вашего желания мечты и цели от нее многое зависит в этой в реализации достижения этого этого вашего проекта этого вашего творческого начала этого вашего мечтания желания многое зависит на как напрямую возможно через какие-то действия или материальные вложения так и опосредованно это может держаться на ее энергетике на ее вдохновение ведь дома жезлов это замечательный мотиватор замечательный вдохновитель и если в вашем окружении есть такая женщина обязательно поделитесь своим мечтанием возможно вы это уже сделали своим своей целью своим желанием и вы посмотрите как она вам будет очень большим подспорьем идет такое слово во всех сферах в реализации этого желания но замечательная по моему перспектива в активной стадии в любом случае в проработке творческой в деятельной активной предпринимательской деятельности предприимчивости находится сегодня ваш ваш проект ваш мечта ваша цель ваше желание для тех кто выбрал карту 1 теперь для тех кто выбор выбрал карту 2 в какой стадии находится сейчас ваш проект мечтания желания цель замечательно у нас сегодня выпали все масти жезлов тройка жезлов мы видим человека мужчину сидящего на каком-то причале до возвышенности смотрящего вдаль там он возможно море возможно какие-то дали просторы у него три жезла и один из которых за спиной другой сбоку и один впереди и какой-то летящий парящий корабль да и мы о чем эта карта может говорить что сейчас в настоящем времени ваша цель о уже вами сформирована она уже возможно были многие несколько вариантов несколько альтернатив но вы уже их либо сознательно осознанно либо неосознанно подсознательно отодвинули в стороны перед вами уже есть четкая либо еще не достаточно четкая но вы уже понимаете что вы отдаете предпочтение одно из трех альтернатив и вы смотрите уже вдаль и возможно сделали какие-то уже по жезлам а действия активные которые либо еще не делая действия но вы на ментальном эмоциональном подсознательном плане уже заложили в тонком мире фундамент и ожидаете уже первых плодов ожидаете первых признаков успеха после осуществления первоначальных шагов все-таки и склоняюсь к тому что огненная масть масть жезлов все-таки действенная масть и возможно вы уже сделали какие-то шаги если это внутренняя работа во внутреннем мире то там тоже вы сделали активные шаги возможно вы ожидаете возвращение первоначальных энергетических инвестиций да потому что все-таки мы говорим что мазь жезлов это прежде всего огненная энергия это энергия да то есть это не пентакли возможно вы еще не успели вложить материальные ресурсы ваше желание цель мечту но либо вложили но они не такие значительные как энергетические ваши инвестиции энергетические вложения вы уже достаточно много предыдущих в тузе и жезла в двойке жезлов и если рассматривать динамики по тройке жезла вложили своих энергетических усилий да много уже обдумали и многое уже инвестировали и естественно хоть карта внешне спокойно но внутренне у вас есть переживание по результату по тому что будет ли успех что мешает дальнейшему продвижению переходу на новый уровень вы постоянно к этому привязаны сейчас вы постоянно об этом думаете сейчас но человек обнадеженный сидит на каменистом мысе и наблюдает за движением прекрасного парусника плывущему сквозь облака и источающему таинственный свет да поэтому после тщательных размышлений о возможном направлении как я уже сказала в тузе и в двойке жезла в тройке вы наконец предали предали скорее форму своим желанием мысли образом предприняли первые шаги преодолели противодействие своей апатии возможно каким-то откатом и теперь ждете результата ваших действий которые подскажут вам следующий шаг как двигаться направление всего вашего предприятия всего вашего задуманного всего вашего намерения проект или дело представляет парусный корабль то есть мечта проект дело желание все-таки это жезлы это большее связано с предпринимательством и с творчеством да то есть ваш творческий проект даже если это не бизнесовый все можно назвать проектом ваш творческий бизнес проект семейный проект любой проект да он здесь виде паруса прекрасного вы его уже сформировали свои мысли образом форма и вот на именно этой стадии ожидания этого корабля этого вашего этой вашей мечты приближения к вам и находится сегодня ваше желание мечта и конечно солнечные знаки на его парусах находит это предвестник удачи это предвестник что в нем сконцентрирована вся ваша жизненная энергия на сегодняшний момент очень по крайней мере больше или большая ее часть до энергия которая уже не остановится она уже будет двигать вперед как на солнечных батарейках ваш ваш этот парусник толкать и можно представить что ваш корабль только-только сейчас отправляется в путь символизируя начальный этап проекта или предприятия или вашего желания или намерения и так как вы увидите либо символизирует начало либо вы увидите в этой карте уже финал приближающихся с результатами вашего вашего желания вид плывущий наслечу вам парусник но все-таки подроки я склоняюсь что это все-таки начало но может быть у кого-то проиграться то что ситуация уже к вам возвращается с плодами и и человек ожидающий на берегу возвращение своего корабля вы видите он обнажен что символизирует честность чистоту его помыслов и эмоциональную некую открытость то есть по отношению к своей мечте к своей цели своему проекту к своему предприятию вы сейчас находитесь в любом случае либо это начало только плывущий к вам корабль на начальной стадии либо уже возвращающийся из путешествия да вы по отношению к нему честные открытые эмоционально раздеты так скажем без всяких защит и это не может не радовать я вас поздравляю с прекрасным выбором в обоих ситуациях в первом и втором никто пока не прогадал и прогадавших здесь не может быть давайте сейчас посмотрим сейчас мы на первом этапе мы смотрели что что же на какой стадии находится ваша цель мечта и сейчас я возьму по две карты из колоды лейнорман которые нам покажут ближайшее направление ваши мечты цели проекта желания куда двигаться в этом вам будет для вас сейчас самым благостным и верным для осуществления вариантом да сейчас мы посмотрим в сторону хотя бы вектор направления движения уже спешат к нам направления движения для первого варианта и для второго варианта кто выбрал прекрасную даму жезла и для второго варианта кто выбрал прекрасную тройку жезла и так первый вариант кубики и сад замечательные карты но по костям или кость их еще называют по костям мы можем судить что выбор который вашего проекта желания цели мечты да будет зависеть от какой-то ну не выбор а дальнейшее движение от какого-то счастливого случая да от какого-то от какого-то везения возможно как везение так и не везение ну это даже если что-то кажется что нам не повезло это будет какая-то ситуация не знаю опоздал самолет задержка рейса вы не успели навстречу и и так дальше и так дальше и вы сидя в аэропорту думаете что это не везение а на самом деле это предопределенное событие которое повлияет на выбор направление движения дальнейшего вашего этого проекта намерения и это будет происходить все в суд в социуме в обществе какое-то где будет возможен обмен какой-то информации обмен новостями обмен возможно вы также сама будете с этой же дамой жезлов обмениваться мнениями и возможно вы будете вместе с ней в каком-то контексте социальном в каком в какой-то возможно может быть поездки возможно может быть просто среди других людей и обсуждая вашу цель желание или мечту вы получите толчок и направление дальнейшего движения если же ваша цель желание и мечта которая не подлежит скажем так разложению либо вы не тот человек который распространяется то просто вы находясь по какому-то счастливому либо несчастливому условно несчастливому для вас случаю в обществе в каком-то контексте людей либо получая какую-то информацию да вас натолкнет на мысль может быть это будет какой-то импульс движение вы увидите какой-то знак подсказку как дальше двигаться чтобы реализовать свою мечту проект свое предприятие свое желание свое намерение вот по-моему такие замечательные подсказки еще все-таки общество нам говорит о том что общество этой дамы вам конкретной дамы огненной прекрасной представительности дамы жеслов вам будет крайне необходимо полезно отмел сначала вариант существования такой женщины в вашем окружении присмотритесь внимательно возможно это конечно собирательный образ и вам не конкретно с одной женщиной а с такой с такими людьми и с такими женщинами такой энергетики яркой внешности очень остроумной очень скажем так эрудированной и очень энергетичной и вместе с тем очень сексуально притягательной магнитичной обаятельной вот такое общество вам либо собирательный образ либо конкретной женщиной будет очень полезен для реализации вашего желания советую обратить внимание для тех кто выбрал второй вариант замечательный только жезлов у нас такие выпали подсказки дальнейшего направления ну по по карте лабиринт вам конечно же вам конечно же надо рекомендация найти выход из этого лабиринта это будет может быть лабиринт собственных мыслей да найти все-таки выход перестать лукать по собственным мыслям да либо это вот когда вы сидите как по тройке жезлов как раньше я вам сказала вы сидите в своем в своих мыслеобразах формируя направление движения своего замечательного корабля то следующая вам подсказка движения пора выйти найти уже тот выход который будет действием а не блужданием по лабиринтам уже все сформировано уже замечательный корабль есть уже все заложили энергетически в него время действий время выхода из запутанных мыслей время выхода из постоянных обсуждений возможно с другими людьми пожалуйста действуйте нужно выходить не терять время а выходить и конечно и конечно же вас будет ждать впереди после выхода оптимизм большая надежда ну неистощимые жизненные силы и огненная карта солнце усиливает тройку огня тройку жезлов у вас все здесь можно такую сказать метафору вам поможет когда очи боятся руки дию глаза боятся руки действуют начните делать даже не видя выхода из этого лабиринта начните действовать и вам солнце выведет замечательные в обоих случаях у нас сегодня замечательные в обоих случаях направления действий давайте все-таки вытащим из метафорических карт теперь ресурс что поможет что поможет в осуществлении этих действий что поможет почему я говорю замечательный потому что естественно кто смотрит и впервые работу с таро и с картами ленорман возможно не знает но те тарологи те ленорманисты которые работают с картами знают что здесь есть разные карты здесь это не ресурсные стопроцентно колоды здесь как в жизни есть как крайние успехи как по солнцу так и крайние неудачи поэтому из двух вариантов в обоих вариантах шансы продвижения к успеху крайне велики давайте посмотрим вот прям вот как-то вот вытащу сразу по одной подсказке ресурсу хотя колода сила времени это не ресурсная колода и содержит не только ресурс поэтому очень интересно что у нас получится посмотрите здесь это метафорическая карта поэтому подсказка подсказку будете расшифровывать вы сами что это это карта скорости карта движения и что поможет вам в реализации направления этих действий то есть метафорические карты смотрятся метафорически да они не трактуются буквально но это индивидуальная ваша подсказка индивидуальная от индивидуального вашего подсознания что для вас езда на роликах это что скорость ветер свобода это действие либо это это времяпровождение либо это отдых для каждого будет свой ответ отдохнуть активно либо начать действовать плавно либо разогнаться либо получить какие-то эмоции в виде адреналина от соревнований для каждого будет свое первое что вы смотрите в связи с вашей мечтой который на сегодняшний день выражается огненной даммой которое направление действия которое дальнейшее будет зависеть от какого-то фарта выбора возможно вариантов действий в обществе обменной информации и поможет этому всему вот такая вот подсказка для вашего индивидуального бессознательного для тех кто выбор выбрал второй вариант у них будет подсказка следующее вот такая метафорическая карта посмотрите о чем она для вас это ваша личная индивидуальная бессознательная здесь может быть много вариантов кто-то увидит в этой карте семью кто-то в этих трех замечательных яблоках увидит опять-таки как по тройке жезлов три варианта еще которые порождаются в связи с реализацией этого желания этой мечты кто-то увидит какие-то свои ассоциации и будут они верны для каждого из вас так как это индивидуальная это метафорические карты которые только вы сможете расшифровать очень захотелось мне почему-то сегодня поэкспериментировать миксануть все три различные системы и очень позитивно и и воодушевляюще получились оба расклада хотя во всех трех колодах есть значительные карты препятствий сомнений и даже советы оставить эту затею да но вы сегодня получили скажем так скажем так разрешение на движение вперед разрешение на действие разрешите себе осуществить свою мечту я очень вас благодарю за то что вы загадали такое желание вспомнили такую ситуацию решили проработать такой такую свою цель которой суждено исполнится еще раз спасибо подписывайтесь на мой канал смотрите другие видео ставьте колокольчик чтобы вам приходили уведомления новых видео смотрите первый закрепленный комментарий в котором будут контакты обратившись на которую вы сможете получить индивидуальную консультацию на любом интересующем ваш инструменте метафорических картах картах таро картах ленорман картах символон и все они отвечают за разные сферы нашего бессознательного и также просто пройти психологическую консультацию по вашему запросу благодарю до новых видео до новых видео до новых Продолжение следует...